Пенсионный рубеж Сергей Станиславович, Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов существует уже больше 20 лет, но знают о нем, разумеется, не все. Давайте сейчас попробуем исправить этот недостаток и скажите, пожалуйста, что это вообще за организация, за учреждение? Какое место она занимает в системе, структуре других социальных ведомств? Да, действительно, Центр официально начал свою работу с 1995 года. Мы занимаемся людьми, которые достигли пенсионного возраста, женщины 55 лет, мужчины 60 лет и инвалидами. Те, которые нуждаются по состоянию своего здоровья в помощи либо на дому, либо в помощи какой-то развы. Показаниями для получения нашего обслуживания является какая-то тяжелая жизненная ситуация, по которой люди либо не могут работать, либо лишены средств к существованию, либо у них существуют какие-то конфликты внутри семейные, когда нужна помощь. Ну и когда человек не может себя обслуживать, вот я говорю, в силу возраста или своего здоровья, либо он не имеет окружающих, которые способны это обслуживание осуществлять. Сергей Станиславович, ну любая социальная работа – это такой индикатор положения дел в обществе. То есть то, с чем вы имеете дело, то те услуги, которые вы оказываете, они показывают, что именно сейчас востребовано. Общество меняется. Вот в 95-м году вы открылись, сейчас уже 2019-й, скоро 25 лет. Вот чем вы в основном занимались тогда на заре своего возникновения и сейчас? Да, отличный вопрос. Вот в пору начала работы центра, ну понятно, 90-е годы, тяжелое время, когда люди голодали, когда все распределения осуществлялись по карточкам, и именно тогда зарождающаяся форма социального обслуживания в виде центра социального обслуживания или обслуживания на дому, идея-то была такая, вот изъять людей из вот этой ямы бедности и элементарно их накормить и дать им какие-то, ну скажем, товары первой необходимости. И тогда в центр собирали людей совершенно разутых, босых, голодных. И вот это была главная идея, с которой, я считаю, наш город, государство справилось. И вот по прошествии 25 лет граждане уже предъявляют совершенно иные претензии, потребности, просьбы в своем обслуживании. Вот, конечно, сейчас есть люди, которым нужна срочная социальная помощь в виде даже продуктовых наборов или какой-то одежды. Но большая часть населения, большей части населения мы уже, я не имею в виду тех лежачих, которых мы кормим, поим, одеваем, обуваем, которые у нас на обслуживании, а те, которые приходят к нам в центр за консультацией, в отделение дневного пребывания, этим гражданам уже нужно не столько вот такая материальная помощь, а помощь духовная. Они нуждаются в общении, они предъявляют к нам просьбы в организации, ну что-то типа кружков, клубов. Вот сейчас на нашей базе работают их несколько, например, кружок декоративно-прикладного творчества, танцевальный, юридический, психологический, факультет здоровья, театральный. И люди просят не только еще это, но и говорят, а организуйте кружок по обучению нас иностранным языкам, например. Организуйте нам кружок по изучению родного края. Вот сейчас у нас начинается краеведческий. То есть люди предъявляют уже потребности в духовном своем развитии. Ну то есть то, чем занимаются, да, центры внешкольной работы, детская школа искусства, только для людей взрослых. А это для пенсионеров, да, это, как называется, третий возраст, да, это молодежь, пожилые, и вот сейчас работающие люди, и вот сейчас люди, достигшие пенсионного возраста, уже как бы освободившиеся от своих трудовых обязанностей, у них дети выросли, да, у них появилось много времени для того, чтобы заняться, может быть, тем, чем они не смогли заняться раньше. И вот мы стараемся им в этом помочь. Ну, я как бы не хочу, чтобы сложилось такое впечатление, что мы занимаемся как бы духовным только развитием, да, граждан пожилого возраста, хотя это немаловажная часть. А центр еще именно вот обслуживает граждан, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Вот у нас таких граждан более 300 человек, мы их обслуживаем на дому. Это когда гражданин уже не может сам выйти в магазин, в аптеку, не может добраться до поликлиники, не может приготовить себе еду. Наши работники приходят к ним домой и все это дело осуществляют. По какой причине такое случается с гражданином? Ну, разное, да, уехали дети куда-то, или дети по характеру своей работы не могут находиться постоянно со своими родителями. Вот мы здесь помогаем. Или просто в семье нет, такое тоже бывает. Ну, да, может быть. То есть, я так понимаю, что социальное обслуживание сейчас, применительно к вашей организации, это сложный термин. Это, с одной стороны, социализация. Помощь человеку, найти какой-то коллектив, группу людей, которые родны ему по интересам. С другой стороны, это помощь, ну, можно сказать, почти что медицинская, да, о чем мы говорили. Ну, да, и бытовая помощь, и медицинская помощь. А у вас есть какие-то группы здоровья, назовем их так, сейчас же это очень модно. В зрелом возрасте, ну, начать заниматься здоровьем, на которое ты долгое время просто махал рукой, потому что это была работа, семья и куча других обязанностей. Да, это тоже целое, одно из главных направлений нашей деятельности. У нас существует небольшой лечебный блок в отделении дневного пребывания, где мы оказываем физиотерапевтические услуги, услуги массажа, инъекции проводим. Но большая часть мы занимаемся адаптивной физической культурой, лечебной физической культурой. У нас проходят занятия с этими гражданами как групповые в зале лечебной физкультуры, так и индивидуальный инструктор проводит с каждым гражданином в зависимости от его состояния здоровья. И проходят очень интересные гимнастики, ежедневные тоже, для мелкой моторики, для шейного отдела позвоночника, для глаз. И группа ежедневно занимается у нас скандинавской ходьбой. Мы специально расчертили дорожки вокруг нашего центра и приобрели палки. И граждане у нас, группа небольшая, когда 5, когда 15 человек, ежедневно выходят на работу с инструктором и проходят. К слову, а где вы сейчас работаете? По какому адресу? Улица Шверника, дом 11. Какие-то контактные телефоны остальные есть? 6-94-41. Это наш единый социальный телефон, по которому граждане могут обратиться и получить ответы на любые свои вопросы, которые касаются либо социального обслуживания, либо каких-то компенсаций, пенсии, помощи, либо оформления своих родственников в дома-интернаты, этим мы тоже занимаемся, либо просто сообщить о тех гражданах, которые, по их мнению, нуждаются в социальной защите и помощи. Ведь зачастую так бывает, что мы, хотя и проходим регулярно по одиноким гражданам, заходим буквально в каждую квартиру и спрашиваем, нуждается ли гражданин в социальном обслуживании, но бывает так, что внезапно появляется человек, о котором мы узнаем именно от соседей, родственников, дальних, может быть, знакомых, либо коллег по работе. К нам поступает звонок, что в такой-то квартире живет человек, например, который уже давно не выходит или который не может себе приготовить пищу, которому тяжело передвигаться. Мы направляем туда своих специалистов, они обследуют, выясняют, какой помощи нуждается гражданин, и запускаем процедуру оформления его либо на надомное обслуживание, либо на обслуживание в условиях стационара. — Вы, в принципе, работаете как по заявительному? — Да, да, это по заявительному. Мы не можем прийти и навязать свои услуги. — Нет, возможно, какой-то реестр вы ведете людей, которые так или иначе к вам обращались, или могут обратиться в силу разных причин. — Нет, реестра у нас такого нет. — Ну, в режиме открытого окна работаете, получается? — Да, да. Любой человек или любой гражданин может обратиться к нам за помощью. Тогда мы оказываем помощь. — Сергей Станиславович, давайте немного поговорим о тех отделениях, которые сегодня представлены в центре. Одно мы уже затронули, это помощь людям на дому, которые в силу разных причин, пожилые люди, инвалиды часто бывают маломобильные, просто не могут выйти. — Да. — Еще я, когда готовился, обнаружил такое отделение срочного социального обслуживания. Если честно, меня заинтересовало, что это такое? Такая экстренная помощь? — Да. Ну вот по поводу социального обслуживания на дому у нас тоже есть дифференциация. Есть социально-бытовое обслуживание, где мы оказываем только бытовые услуги, ну, в виде вот покупки продуктов, либо там помощи по дому. Есть социально-медицинское обслуживание на дому, где мы еще и дополнительно оказываем услуги медицинского характера. Например, можем оказать и в виде массажа, в виде инъекций, в виде обработки ран, пролежней, закапывания в глаза. Кроме того, есть еще отделение социально-консультативного обслуживания, которое занимается вот как раз оказанием консультативной помощи при обращении граждан, либо оказывает его в центре тем, которые приходят к нам в отделение дневного пребывания. Отделение дневного пребывания, о котором я уже говорил, туда приходят 15 человек ежедневно на 15 дней и получают там услуги и психологические, и юридические, и медицинские, и социальные. И отделение срочного социального обслуживания, которое как раз занимается оказанием неотложной помощи гражданам, которые попали в тяжелую ситуацию, которым нужна помощь сейчас. Это, ну, она очень широкая. От буквально снабжения их необходимой одеждой, если отсутствует, горячим питанием, помогаем найти, ну, буквально крышу над головой. Помогаем восстановить документы, которые человек потерял и не может там в силу своей здоровья их как-то сделать. Это отделение также занимается оформлением в интернатные учреждения. Вот такая работа. А сколько примерно людей в среднем за месяц вы обслуживаете, чтобы понимать масштабы? Вот всего за год у нас обратилось 10,5 тысяч человек. Ничего себе. Да, ну, вот как за месяц, ну, сколько, около тысячи, наверное. Эта цифра как-то меняется, растет, убывает. Да, она, ну, в районе вот этой, когда-то мы обслуживали 18 тысяч человек, не обслуживали, а к нам обращалось 18 тысяч человек. Но это было связано, обращение, это ведь не только, что к нам пришли, да, ну, и к кому мы вышли, к кого мы, как сказать, опросили, может быть, кому помощь оказали. Ну, это связано либо там с датами, например, памятными. Вот к 70-летию Победы эта цифра была больше, потому что мы с ветеранами больше работали. Когда сейчас поменьше эта цифра, вот в следующий год 75-летия Победы у нас опять она возрастет, потому что мы очень много будем заниматься именно вот ветеранами Великой Отечественной войны. Буквально недавно была новость о том, что планируется поквартирный обход участников Великой Отечественной войны с целью вообще проверить, как они живут, в каких условиях, и все ли из них достойно существуют, потому что людям уже за 90 лет, и часто получается так, что они оказываются без необходимой помощи, даже не знают и физически не могут обратиться за ней. Да, вот это мы называем мониторинговое обследование отдельных групп населения. Уже мы не первый год этим занимаемся. В основном под наше внимание попадают люди старше 70 лет, одинокие. Ну и инвалиды, и участники Великой Отечественной войны. Примерно таких людей одиноких старше 70 лет в районе 3000 человек, и мы ежегодно всех их обходим. И, конечно же, во время этих обходов выясняем, в каком состоянии находятся эти граждане, нуждаются ли они в какой-то социальной помощи, может быть, в каком-то обслуживании. А что касается ветеранов Великой Отечественной войны, то тут мы еще дополнительно задаем вопросы, а в каком ремонте нуждается их жилое помещение. Потому что наше министерство социальной политики дало нам конкретную задачу — обойти всех участников войны и определить объем ремонтных работ, в котором они нуждаются. Есть специальная анкета, есть специальный опросник. Вот сейчас мы этим и занимаемся. Сергей Станиславович, те услуги, о которых вы говорили, они финансируются за счет средств бюджета, или какие-то можно получить на платную услуги? У нас из трех источников наших финансирований. Да, есть бюджетное финансирование из областного бюджета, есть финансирование из платы граждан за наше социальное обслуживание. У нас не совсем бесплатное обслуживание, я сейчас чуть-чуть расскажу. Ну и поступление от спонсоров и благотворителей. Ну это совсем небольшие деньги. А главные два источника — это бюджет и небюджетные доходы. Плата за обслуживание не очень большая, и зависит от того, какие доходы получает гражданин. Например, за 15 дней пребывания в отделении дневного пребывания, где туда входит, например, горячий обед, и пользование всем нашим оборудованием, консультацией специалистов, психологов, занятия каким-то декоративным прикладным творчеством. Так вот, за пребывание в течение 15 дней обходилось гражданину в прошлом году в районе 1400 рублей в среднем. Обслуживание на дому в социально-бытовом отделении, о котором я говорил, стоит примерно 700 рублей в среднем в месяц. А в социально-медицинском отделении посещение почаще, и специалисты немного квалифицированнее стоит примерно 1200-1100 рублей. Все-таки это источник дохода значительный. Плюс еще мы предлагаем дополнительные услуги, которые пользуются спросом у населения. Это и медицинские услуги, психологические услуги, услуги проката, проката технических средств реабилитации. Это кресла-коляски, костыли, клюшки, прикроватные кресла. Сергей Станиславович, вы упомянули дневной стационар. Он работает круглый год или в какой-то сезон? Да, он работает круглый год. В течение года у нас бывает 14-15 дневных заездов в наше отделение. 30 человек к нам приходят. Такой у нас план министерство нам установило, исходя из наших возможностей, площадей, имеющегося оборудование, специалистов. А сколько длится день во время такого стационара? С 8 до 4, до 5. То есть это полноценный день? Да, полноценный день. Они с утра приходят? Да, они приходят утром, получают процедуры на занятия, в 2 часа обед, после обеда еще какие-то процедуры. Прямо санаторий почти. Опять же, занятия. Ну да, называем санаторий без моря. Сергей Станиславович, у Центра социального обслуживания есть несколько таких якорных известных проектов, которые себя, насколько я понимаю, хорошо зарекомендовали, потому что проходят они далеко не первый год. Давайте о них по очереди поговорим. Начнем с университета третьего возраста, который, я так понимаю, запустится вот-вот. Расскажите, пожалуйста, что это за форма работы с пожилыми людьми, в чем она заключается и что там можно получить? Ну, я уже немножко говорил об этом. Он запустится, он давно работает, уже это будет четвертое начало нашего университета, четвертый год работы. Представляет из себя, это группы по интересам, которые мы организовали в соответствии с запросами граждан. Вот это театральный, ну, кружок или факультет. Это факультет танцевальный, здоровья, компьютерной грамотности, психологический, краеведческий. Вот такие. И приходят туда граждане один раз в неделю и с преподавателями из числа сотрудников нашего учреждения занимаются. Ну, вот кто пляшет, кто рисует, кто клеит, кто занимается своим здоровьем, в том числе занимается вот лечебной и адаптивной физической культурой. Примерно около 50 человек занимаются в этом университете. Занятия у нас с октября по март. Ну, и так пользуется он популярностью. А можно выбрать только одно направление? Нет, есть граждане, которые, пенсионеры активные, которые посещают по три сразу факультета. Мы и так и планируем занятия, чтобы они проходили в разные дни недели и в разное время, чтобы им было удобно переходить из одного места в другое. Занятия бесплатные совершенно. Мы не берем денег ни за преподавание, ни за те расходные материалы, которые используются во время занятий. Часто коллегам задавал вопрос, не коллегам, точнее, а преподавателям детских школ искусств, музыкальной школы. Если человек во взрослом возрасте захотел научиться играть, ну, даже возьмем пенсионера, ну, пускай 60 лет, все равно это не повод на это все махнуть рукой и забыть. У вас есть такие группы? Нет, музыкального факультета у нас нет. Есть у нас кружок любителей пения «Заваленка». Вот туда люди могут прийти, ну, это вне рамок университета третьего возраста, могут прийти и просто попеть, посидеть, попить чаю. Примерно раз в две недели этот клуб «Заваленка» собирается. А уже оттуда, из этой «Заваленки», есть у нас вокальный ансамбль «Надежда», лица, которые получили начальное образование, могут перейти в этот вокальный ансамбль и продолжить свое творчество там. Я считаю, что научиться любому действу ни в каком возрасте не вредно или что ли. Не поздно. Не поздно, да. Вот сейчас у нас заказ на, опять же, от пенсионеров на группу, изучающую английский язык. Вот мы желающих нашли, ищем преподавателя. Вот если у горожан есть желание поработать с нашими пенсионерами, ну, бесплатно на волонтерских началах, то я приглашаю их вот изъявить такое желание в виде преподавателя. Не можем найти учителя английского языка для наших бабушек. Еще не поздно записаться на занятия университета третьего возраста? Не во все факультеты. Вот, например, на факультет здоровья или на театрального творчества мы еще принимаем заявление. А вот на факультет декоративного, прикладного творчества или психологический мы уже закрыли набор. Ну, то есть там, где еще есть свободные места, вполне можно отправить заявки, прийти и позаниматься. А занятие рассчитано на один год, или человек, вот отзанимавшись один курс, может перейти и на следующий? Нет, у нас нет такого, у нас на год. Потом дальше это дело повторяется. Но повторяется с учетом мнения кружковцев. Например, пришли люди, в начале занятий преподаватель со студентами своими обговаривает, чем мы будем заниматься. Если есть желающие, например, макрамы заниматься, или, например, декупажем, или там канзаши, то вот это направление впереди. Если, например, психолог говорит, занимаемся там каким-то своим внутренним миром, занимаемся внутренним миром. Если взаимодействуем с сообществом, значит, сообществом заниматься. Ну, примерно вот такой. Учитываются интересы группы, которая пришла на занятия. Сергей Станиславович, давайте перейдем к курсам компьютерной грамотности, которую мы уже вскоре упомянули. Насколько вообще популярна эта форма работы? Я знаю, сейчас очень многие бабушки и дедушки стремятся овладеть компьютером. Да. Вот наша Нижегородская область вообще по стране является первооткрывателем и лидером вот этого движения. И наше министерство социальной политики нам года четыре назад поручило заняться именно вот этим направлением. Мы создали класс, выделили преподавателя, закупили спецтехнику для занятия компьютерной грамотности. Нам, конечно, помогло управление социальной защиты и министерство в виде учебников. Издали специальные учебники, по которым мы обучали наших пенсионеров. Ну и понятно, что уйдя на пенсию, не все работали с техникой, да, и негде было им больше получить вот эту грамотность компьютерную, которую не успели обучиться на работе. Ну и мы постепенно-постепенно, группы были небольшие, там от четырех до шести человек. Вот уже четвертый год, например, в первые годы мы активно занимались и что-то около пятидесяти человек совместно с управлением обучили компьютерной грамотности. Во вторые годы немножко нагрузка у нас спала, мы обучили чуть меньше, но зато наш центр обучения в городе, мы с ним заключили договор, министерство социальной политики выделили нам денег, и мы 18 человек обучили прямо так, ну, классно, с выдачей удостоверения, прямо, все как, ну, по-взрослому. А дальше, вот последние два года мы обучаем тех, которые, ну, скажем так, остались неохвачены, но тем не менее есть люди, которые выказывают вот это желание обучаться именно вот этому делу. И по отзывам очень интересно, мы мониторируем там, чему научились, полезно вам или не полезно это было, и вот в разных областях люди себя нашли. Для одного человека это компьютерные навыки оказались полезными для общения, ну, например, этот человек управдом, да, и он теперь с заказчиками, с исполнителями работ по дому, пишет им электронные письма, ищет информацию в интернете по договорам, по правилам работы, и говорит, это мне прямо сильно помогло, я теперь очень хорошо. Для другого пенсионера вот эта возможность изучения компьютера помогла общаться с детьми. Дети, вот, наверное, у двоих или у троих, одни в Москве, другие за границей вообще. И если раньше, говорит, она, я общалась только по телефону, то теперь для меня скайп, это просто... Созвониться внуков, увидеть. Увидеть внуков или, да, увидеть своих детей, это вообще новый свет, новый мир. Блогеров пока не появилось еще? Не знаю, я как-то в социальных сетях не очень. Не следите? Да, не слежу, да. А то было бы приятным открытием. Еще не поздно записаться на эти курсы? Когда они вообще начинают работу? Они тоже начинают работу в начале октября. Записаться можно либо придя к нам на Шверника 11, либо, посетив наш сайт соцсаров.ру, там есть специальный листок записи на компьютерные курсы. Друзья, на этом все. Время нашего эфира подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы и беседовали с директором Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Сергеем Козловым. Сергей Александрович, большое спасибо, что согласились прийти. Друзья, не проходите мимо, если кто-то нуждается в помощи. Продолжение следует...